В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 31 заражённый, 1 человек выздоровел. Как развивается ситуация с распространением коронавируса в Сарове? Думано удалёнки. Как работает представительный орган власти во время режима повышенной готовности? Самая добрая профессия. 25 апреля отмечается Международный день ветеринарного врача. Далее расскажем обо всём подробно. В России снова появился регион без коронавируса. Единственный заражённый, COVID-19, в Ненецком автономном округе вылечился от него. Мужчину выписали из стационара, сообщили в администрации автономии. Вместе с заболевшим врачи проверили 162 человека. Всех, с кем он контактировал. Анализы на COVID-19 у них отрицательные. На самоизоляции во всём округе остаются только 5 человек. Это те, кто недавно приехали из Республики Беларусь. Всего в России случаев заражения более 68 тысяч. 5,5 тысяч человек выздоровело. С подтверждённым диагнозом умерли 615 человек. Жители Нижегородской области теперь могут отследить, где в городе побывали люди, которые нарушили обязательный карантин. Функция «Безопасный путь» стала доступна на портале nndfiscard.ru. Зарегистрированные пользователи через личный кабинет при оформлении заявки на выход смогут видеть на карте места, где ранее прошли нарушители карантина. Глеб Никитин отметил, что соблюдать режим самоизоляции нужно всё равно так, как будто заражённым может оказаться любой человек рядом. Всё чаще от жителей звучит вопрос, почему можно гулять с собаками, но нельзя с детьми. На него ответил корреспонденту ННРУ, глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. Но всё равно вирус живёт на предметах, вот в частности на железных каких-то поручнях, ручках до 72 часов. То есть вы вышли с ребёнком на каруселях кататься, ребёнок взялся за эти поручни, на этих поручнях очень высока вероятность, что находится вирус. Ребёнок принёс этот вирус в дом, сам ребёнок не заболел, просто стал носителем этого вируса и передал этот вирус бабушке, дедушке и своим родителям. Но если люди не понимают этого, это нужно объяснять. Можно гулять, пожалуйста, но это не должны быть прогулки, ну, скажем так, на детских площадках. Между тем, у 59 несовершеннолетних жителей Нижегородской области зафиксировано заражение COVID-19. Более 300 детей контактировали с инфицированными. Большинство проходит лечение амбулаторно. У всех детей в Нижегородской области болезнь протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Состояние пациентов удовлетворительное. В Нижегородской области зафиксировано более 1000 случаев заражения. Выздоровели 77. 8 человек с диагнозом COVID-19 умерли. В Сарове есть первый выздоровевший от COVID-19. Это женщина. Её последние два анализа были отрицательными. Она перенесла инфекцию в лёгкой форме на дому. Вместе с ней на карантине сидел её муж. У него все анализы отрицательные. Теперь в доме на Московской-19 официально больных и контактных нет. Подробнее о ситуации с распространением коронавируса в Сарове рассказала главный государственный санитарный врач по Сарову Ирина Игнатьева. Итак, 31 больной на сегодня. Из этих людей, из 31 человека, госпитализировано 12 человек. То есть в больнице лечится 12 человек. И из них 10 человек средней степени тяжести. Что такое средняя степень тяжести? Это значит лица, у кого начала развиваться или уже развилась пневмония коронавирусной природы. Конечно, такие люди под особым наблюдением, поэтому они все госпитализированы. Ещё раз повторюсь, тяжёлых форм пока нет. На ИВЛ никого нет. Также Ирина Игнатьева рассказала о состоянии двоих детей, у которых диагностировали COVID-19. Оба они болеют с температурой и всеми симптомами острого респираторного вирусного заболевания. Дети находятся под постоянным наблюдением педиатров. Коспитализация не требуется. Владельцы бизнеса, пострадавшие от пандемии, могут претендовать на бюджетные субсидии. В администрации принимают заявки на возмещение части затрат для оплаты труда сотрудников и коммунальных услуг. Также можно обратиться за выплатами самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, которые не имеют наёмных работников. Подробности далее. Предприниматели могут получить деньги от администрации на зарплаты и коммунальные услуги. Для компенсации оплаты труда нужно подать список сотрудников, которые готовы выполнять социально значимые работы. Это дезинфекция общественных мест, оборудование и уборка детских и спортивных площадок, благоустройство, очистка и озеленение территорий, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, мелкие ремонтные работы при строительстве государственных и муниципальных объектов. Размер субсидий на одного сотрудника – это 13 942 рубля 43 копейки. Субсидии можно оформить, пройдя по ссылке Центра поддержки предпринимательства. Мы всем, кто подписан нашу рассылку, разослали эти письма. Там сформировано три пакета документов. Нужно оформить порядка четыре документа – это заявления, расчеты, субсидии, согласия на выполнение социально значимых общественных работ. Без отработки минимальную плату труда могут получить сотрудники старше 65 лет, беременные, с хроническими заболеваниями и те, у кого на иждивении есть дети до 14 лет. Выплату будут производить по двум периодам – с 30 по 31 марта и за весь апрель. Право на субсидию также есть у индивидуальных предпринимателей, безнаемных работников и самозанятых через контракты с управлением соцзащиты населения. Самозанятому либо индивидуальных предпринимателей безнаемных сотрудников важно доказать, что уровень дохода не только по нему и по его деятельности, а вообще по всей семье, то есть это супруг, если есть супруга, и дети. Вот общий доход этой семьи, если разделить на количество членов семьи, не должен превышать 9700 рублей. Задать интересующие вопросы можно специалистам Центра поддержки предпринимательства по телефону 992-64, 992-63 или 992-60. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Лыжную базу ждет второй этап благоустройства. Работа будет выполнять ООО ТСК, который сейчас строит школу на улице Зорге. Контракт почти на 40 миллионов рублей включает в себя устройство площадки для выгула собак, памп-трека и кордодрома, озеленение, установку мафов, устройство пешеходных дорожек. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В правительстве страны рассказали, как Россия будет бороться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. На днях кабинет министров представил свой план действий по защите страны от безработицы, бедности и банкротств. Это презентации из 30 слайдов, на которых прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей экономики. Также 22 апреля начал работу Всероссийский колл-центр. По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за пандемии коронавируса, могут задавать вопрос о том, на какие меры поддержки стоит рассчитывать и что необходимо сделать, чтобы получить помощь. Заключить трудовой договор теперь можно по интернету. Закон о проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, заключенный таким образом трудовой договор будет иметь точно такую же силу, что и бумажный, с подписями и печатями. После переходного периода, который продлится до конца этого года, власти изучат полученный опыт и примут решение, стоит ли и дальше переводить трудовые отношения в онлайн-формат, и если да, то в каком виде. Как продвигается строительство городских объектов? Чем занимаются сотрудники городской думы во время режима повышенной готовности? Какую помощь депутаты оказывают жителям своих округов? Найти другие вопросы нашему корреспонденту ответил глава города Александр Тихонов. Здание городской администрации – одно из самых посещаемых саровчанами. Но во время действия режима повышенной готовности его двери закрыты для посетителей. Внутри работы продолжаются все ответственные чиновники на месте. В том числе своими обязанностями заняты глава города и часть сотрудников аппарата городской думы. У нас сейчас на рассмотрении шесть проектов решений городской думы. И одно из них, то, которое мы перенесли в заседание апрельского, это, конечно, важный вопрос по льготам предприятия малого и среднего бизнеса. Мы свои предложения в администрацию дали. Мы считаем, что, в принципе, нужно освободить от арендной платы на вот этот режим повышенного времени, режим повышенной готовности предприятия малого и среднего бизнеса. Но сегодня по законодательству областному все решения, связанные с выпадающими доходами бюджета, должны согласовываться в области. В преддверии 9 мая депутаты поздравили ветеранов, принесли юбилейные медали и продуктовые наборы. Сейчас народные избранники сосредоточились на профилактике распространения коронавируса. 13 тысяч информационных буклетов с номерами телефонов различных служб они разнесли по почтовым ящикам. Это и КБ-50, это и санэпидемслужба, это и служба социальная, которая помогает, вот именно руководит волонтерами и так далее. И телефон горячей линии 97777. Я сегодня созванивался. И там довольно квалифицированные люди, которые постоянно изучают и региональные законодательства, и принятые нашим городским штабом решения. Поэтому они довольно компетентно могут отвечать на вопросы, а вопросов таких в день задается порядка сотни. Также глава города рассказала о строительстве городских объектов. В этом году, учитывая сложную ситуацию со сбором налогов в областной бюджет, часть работ могут отложить. Но пока все идет по графику. Все строительные работы ведутся. Я вот недавно был на школе номер один, срадует, новый школа строится оперативно, как и другие строительные объекты. Но здесь возможны нюансы, потому что все будет зависеть от наполняемости бюджета областного. И, соответственно, городского. Мы все надеемся, что все программы внутри дворовых территорий будут выполнены. Программа поддержки местных инициатив будет выполнена. Но могут быть нюансы, тогда эти работы могут быть перенесены просто. Глава города рассказал о фонде социального развития, учрежденном депутатами еще в 90-х годах. Его средства собираются использовать для адресной помощи тем, кто наиболее пострадал от пандемии. Справки по телефону 8-930-716-3713. Полную запись интервью с Александром Тихоновым смотрите на канале Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. В последнюю субботу апреля во всем мире отмечается Международный день ветеринарного врача. Это специалист, который имеет дело не только с милыми домашними животными. Опытные профессионалы способны оказать квалифицированную помощь даже экзотическим зверям. Борис Красовский работает ветеринаром уже 24 года. Первое время после окончания института он занимался сельскохозяйственными животными. Позже стал лечить домашних. У самого врача живут две кошки, хомяк, аквариумные рыбки. Борис рассказывает, что у большинства людей питомец полноправный член семьи. Поэтому вопрос здоровья четвероногих друзей всегда актуален. И прививочки, и коготки постричь, и вовремя постричь. И самое главное сделать вакцинацию или обработку, как сейчас в наш сезон, от клещей. Защитить своего питомца надо. Некоторые, конечно, подходят более халатно. Как говорится, мы его просто любим. И питомцы по лечебному делу не заботятся. За последние 10 лет ветеринария шагнула далеко вперед. По словам Бориса Красовского, специалистов в этой сфере стало гораздо больше. А уровень диагностики позволяет врачу поставить правильный диагноз почти по всем заболеваниям. Если каких-то 10-15 лет назад анализов не было в принципе, потому что не было ни оборудования, ни возможности, то сейчас анализ крови – это уже повседневный анализ, который можно сделать в первый же день обращения в лечебницу. Оборудование, УЗИ-аппараты, кардиографы, рентгены. Пришли в ветеринарию, тоже совсем недавно. Специалисты постоянно, регулярно проходят повышение квалификации, интересуются, развиваются. На месте не стоим. В весенний-летний период ветеринары отмечают частое обращение с пероплазмозом у животных, болезнью от укуса клещей. В демисезонное время с простудными недугами и хроническими проблемами сердца и почек. Никто лучше врача не проконсультирует хозяина питомца по вопросам ухода, питания, вакцинации и лечения. Когда приходят уже животные, как говорится, залюбленные, очень толстенькие, с проблемами, с которыми можно было бы избежать, просто банально соблюдать диету, как говорится, или вовремя облечив, как говорится, проблем было бы намного, намного меньше. Ветеринар призывает хотя бы раз в два года приводить любимцев на диспансеризацию. У животных, как и у людей, всегда легче предотвратить заболевание, чем вылечить. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Владельцы самокатов, гироскутеров и сегвеев перестанут быть пешеходами. Минтранс подготовил проект поправок в правила дорожного движения. Теперь там появится термин «средство индивидуальной мобильности». Это все, у кого есть хотя бы одно колесо, и оно способно перевозить человека. Для их владельцев пропишут ряд обязанностей и указаний, а также введут административную ответственность за нарушение ПДД. В соцсетях мы спросили у саровчан, как они относятся к этим нововведениям. За высказались 60% опрошенных, против – 27%. 13% оказалось все равно. Электросамокатами пользуются люди разного возраста и профессий. Генеральный директор канала «16» считает этот вид транспорта очень удобным для теплого времени года. По его мнению, в правилах нужно прописать все детали использования средств индивидуальной мобильности. «Требуется здесь разделение по мощности, по скорости движения. Но в дальнейшем это все может превратиться в игру в кошки-мышки с государством, потому что производители самоката будут заявлять, что, например, конкретно какая-то модель двигается со скоростью не выше 20 км в час. Но при этом путем несложных изменений в программе управления этого устройства оно превращается в мощность, более мощное, в два, может быть, в три раза устройство». Документ размещен на сайте Минтранса и сейчас проходит стадию общественных обсуждений. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома.